Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов. Я уверен, что большинство из вас знают мат легали, ну или хотя бы слышали о нем. Те, кто подзабыл, может посмотреть соответствующее видео у меня на канале. Ну а сегодня я покажу другой мат, который очень похож на мат легали, но тем не менее он намного, намного круче. Итак, белые начинают ходом Е4, и черные играют скандинавскую защиту. Тоже очень популярный дебют, особенно среди начинающих. Следует взятие на Д5, и здесь черные не хотят немедленно выводить ферзя в центр, поскольку тогда придется терять темпы, отступая от нападения фигур. А вместо этого играют кони Ф6, собираясь забрать пешку на Д5 конем. Ну вообще этот ход, безусловно, связан с жертвой пешкой, белые могут защитить пешку ходом С4. Ну в этом случае черные играют С6, отдают, вот так вот разменивают пешки, и обратите внимание, черные очень хорошо опережают белых в развитии. И что более важно, поле Д4 находится в вечном контроле черных фигур, так что это дает им полную компенсацию за отданную пешку. И вы видите, что СтопПш даже оценивает позицию, ну оценивает ее как примерно равную. Ну что ж, в парте, которую я вам хочу показать, белые не стали держаться за пешку Д5, и они выбирают игру, связанную с быстрым развитием фигур. Они выводят коня на С3, после взятия пешки вводят еще и слона на С4, атакуя коня Д5. Ну здесь самый логичный ход, это атаки на Б6, уводя коня из-под боя и выигрывая темп на атаке белого слона. Белый слон тоже отступает на Б3. Черный продолжает развитие фигур, берет под контроль поле Д4. Ну и после естественного хода белых, черные играют максимально, принципиально. Обратите внимание, что белые не успели сыграть пешкой на Д4. Этим и пользуются черные, они играют Е5, захватывая пешками центр и таким образом боясь за дебютный перевес. Сразу хочу сказать, что более популярный в этой позиции ход слона Ф5, после которого возникает примерно равная игра. Но мы не будем это рассматривать. Наша идея дойти до мата, и мат возникает после Е5. Белый играет Д3, соглашаясь с таким вот расстановкой на трех горизонтальных своих фигур. И вновь черные выбирают одно из наиболее принципиальных продолжений, они играют слон Ж4. Видите, что вообще черные не стесняются развивать свои фигуры на самые активные позиции, связывают коня Ф3. Но, однако, после хода Х3, вот как раз возникает та самая ловушка, которую черные должны избежать. Здесь черным необходимо было либо разменяться на Ф3, после чего белые получают преимущество двух слонов, ну и определенный дебютный перевес. Либо необходимо было признать свою ошибку и отступить слоном на поле Ф5. Но ни в коем случае нельзя отступать на поле Х5. Поле Х5 здесь заминировано, и те, кто помнит мат легали, может уже здесь найти определенные параллели. И там тоже с белой играет Х3, слон наступает на Х5. И так же, как и в этой партии, следует смелое взятие на Е5, пользуясь тем, что связка коня Ф3 носит не абсолютный, а лишь относительный характер. Теперь черные не могут позволить себе взять на Е5, поскольку слон на Х5 оказывается без защиты. Ну и у белых попросту лишняя пешка и выигранная позиция. Поэтому черные обязаны забирать ферзя. И здесь следует взятие на Ф7. Параллели с матом легали продолжаются, единственный ход это королем на Е7. Но насколько вы помните, мат легали здесь заканчивается ходом конь Д5 мат. Но здесь конь Д5 это не мат, поскольку, во-первых, поле Д5 контролируется конем и черным ферзем. Во-вторых, у черного короля есть поле Д6 для отступления. Но у белых есть другой шаг. Они могут вывести слона, такую короля. У короля вновь единственное поле. Ну и кажется, что черные отыгрывают ферзя. Можно побить на Д8. Однако здесь после взятия коня на Е5 оказывается, что оба белых слона находятся под боем. И белые просто не могут здесь сохранить материальное равновесие. Атака на черного короля здесь уже не получается, так как ферзи разменены. Ну а черные в итоге во всех вариантах остаются с лишней фигурой. Поэтому белые просто обязаны продолжать играть на мат. И делают они этим ходом конь Е4. Жертвуя второго коня, но загоняя черного короля еще дальше в центр. Теперь вы видите, что путь назад для черного короля отрезан. И следует отключение пешки ходом Ф4. Единственное поле это поле на Д4. И здесь можно было бы сыграть Ц3. Но в случае Ц3 вы понимаете, что король может как побить пешку на Д3, так как отойти на Е3. Поэтому обратите внимание, следует тихий ход, продолжающий атаку. Ладья бьет Д1. Белые просто уничтожают черного слона и защищают ладьёй пешку на Д3. Теперь во многих вариантах Ц3 будет очень сильной угрозой. Например, если черный сыграет слон Е7, защищая собственного ферзя. То следует еще один тихий ход. Король Е2. Отнимая у черных поле Е3. И здесь уже от Ц3 с матом нету защиты. Обратите внимание, что все поля по пятому ряду отрезаны белыми фигурами. Король не может отступить назад. Ну а попытка воспрепятствовать ходу Ц3, допустим, конем, ни к чему здесь не приводит. Все равно следует Ц3. И вот такой вот мат в центре доски получает черный король. Но, конечно же, черные могут играть более точно. Все-таки взятие ферзя для них не страшно, поскольку в любом случае они сохранят лишнюю фигуру. Им важнее защитить короля от мата. И поэтому следует ход король Е3, препятствуя тому самому ходу королям белым в центр. И здесь белые делают вновь тихий ход. Они спокойно рокируют. Вот так вот пожертвовали ферзя, пожертвовали легкие фигуры. И продолжают атаку в спокойном темпе. Король сделал рокировку, ладьи соединенные. И теперь они готовы обрушить всю свою мощь на черного короля. Ну, во многих вариантах уже грозит ход ладья Ф на Е1. Поэтому черные играют конь Д4 с идеей закрыться конем на поле Е2. Все равно следует ладья Е1 шаг. Ну, можно сыграть и этой ладьей, но мы посмотрим вариант с ладья Д на Е1. Черные также с шагом закрываются конем. И здесь следует еще одна жертва. Жертвует качество белым. Король черных дошел уже до поля Е2. Обратите внимание, всю доску прошел черный король. И тут следует возвращение белого слона. Слон возвращается на А5, объявляет шаг. Единственный ход это королем на Е3. И здесь очень точное продолжение атаки. Это шаг ладьей по третьему ряду. Теперь у короля выбор. Может пойти вперед, либо пойти назад. Если король идет вперед на Е2, то король проходит в итоге всю доску. Следует ход ладья Ж3. Вот самый точный ход. Единственный ведущий к победе. Теперь единственный ход. Видите, что слон атакует короля. Единственный ход это сойти к королю на Е1. И вот король с Е8 прошел всю доску. Оказался на поле Е1. И здесь завершающим матом ладья вот так вот мотуют королям. Очень красивая комбинация. Ну а в случае отхода королем назад, что кажется более логичным, действительно, зачем идти в матовую сеть, если можно вступить поближе к своим фигурам. Теперь в случае Ц3 король может убежать через белые поля. Поэтому следует очень важный тихий ход. Слон возвращается на Ф7 и отнимает поле Д5 у черного короля. И оказывается, что в этой ситуации уже у черных нету никакой защиты от угрозы Ц3 с матом. То есть пешка ставит мат черному королю. Ну можно попробовать отсрочить мат, сыграть, скажем, слон Б4. Но в этом случае все равно следует Ц3. И черные получают вот такой вот красивый мат. Что ж, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Евгений Шувалов. Играйте в шахматы и не пропускайте мата. Спасибо. 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 Спасибо.